Всем привет! С вами Ольга Фоса и новости соцсетей. Давайте посмотрим, чем живут волгоградцы в интернете, что обсуждают, на чем спорят, о чем восхищаются. А начнем мы, как всегда, с наших волгоградских звезд. Спортсменка Елена Исенбаева поделилась с подписчиками фотографии своей постели, подписав снимок, что наконец-таки выспалась. Пользователи сети охотно поддержали нашу землячку, сказав, что, конечно же, давно пора отдохнуть по полной. Заслужили, столько лет пашите, можно и выспаться. С чем и поздравляем Елена. Мы тоже так считаем. Идохните хорошенько, а после с новыми силами вновь вершите дела, спортивные и общественные. А вот Анна Чапман поделилась на своей странице мудрыми словами. Говорят, что страдание любит компанию, но тоже можно сказать из-за урядности. Не позволяйте ограничивающим убеждениям окружающих ограничивать ваши возможности. Мужская половина сразу отреагировала восхищением на красоту Анны и ее ума. А кто-то решил развить эту тему. Настоящее страдание любит одиночество, ему не нужна компания. Кто говорит или утверждает обратное, тот не знает, что такое страдать. Как бы там ни было, философствовать можно бесконечно, но абсолютно точно нельзя отрицать, что раскрытая шпионка российской разведки в США действительно восхитительна. Подарки на 23 февраля – очень щепетильный, волнующий многих вопрос. Так, актрисы Волгоградского казачьего театра скинули себе одежду и обратились к мужской части населения, попросив быть снисходительными к своим дамам. Давайте посмотрим. Любимые зрители, дорогие мужчины, в преддверии праздника 23 февраля мы, женщины, хотим поговорить с вами о насущной проблеме. Подарки. Большинство мужчин наверняка догадываются, какие подарки ожидает их в День Защитника Отечества в этом году. В связи с этим желаем вам, как настоящим мужчинам, в этот замечательный праздник быть снисходительными к своим дамам. И со всей присущей вам стойкостью и мужеством изобразить приятное удивление и принять эти подарки счастливой улыбкой на лице. А вас, милые женщины, мы призываем быть оригинальными. И в качестве подарка пригласить своих любимых мужчин в Волгоградский музыкально-драматический казачий театр. А мы, со своей стороны, постараемся сделать ваш подарок волшебным и незабываемым. С праздником, дорогие мужчины! В общем, конечно, это уже можно назвать классикой. Кружки, бритвенные станки, пена для бритья и, конечно же, носки. И обижаться на это не стоит. Подобное в хозяйстве обязательно пригодится. Но только, милые мужчины, не злитесь на это. А принимайте все женские дары со счастливой улыбкой. Они ведь, любя, вам все это дарят. Не так давно у научного сотрудника краеведческого музея в семье случилось пополнение. Что необычного, спросите вы. А то, что на свет у жителей аквариума появились маленькие кривитосики, как сама написала Инга Иванова. В комментариях все поздравляют девушку с пополнением и удивляются, что условия более чем подошли для продолжения рода. Так еще и в домашнем аквариуме. Кто-то шутит, что начало креветочной фабрики положено. А ведь действительно, у нас в городе уже начали развивать тему выращивания креветок в искусственных условиях. Что ж, шинга. Может, вам действительно задуматься об этом и тоже присоединиться к такому интересному бизнес-проекту. В одном из волгоградских сообществ ВКонтакте продолжают обсуждать штрафы граждан за грязные носки в Плацкарте. Напомню, в Комитете Госдумы по транспорту и строительству депутаты считают нужным штрафовать тех пассажиров, которые не любят гигиену и мешают комфорту других людей. Между прочим, во многих странах имеется подобный опыт штрафных санкций за несоблюдение гигиены и курение в общественном транспорте. Мнения волгоградцев разделились. Половина пользователей поддержали это на ура, а кто-то возмутился, что у нас в стране других проблем нет. Во время обсуждения возник вполне резонный вопрос. Кто будет обнюхивать пассажиров? Пользователи сети предложили ввести на железной дороге новую должность Нюхач Плацкарта. Кто ищет работу? Налетайте. Вакансия, конечно, так себе. Зато сможете смело хвастаться оригинальностью профессии. А теперь посмотрим на интересные новости, которые происходят в социальных сетях за пределами Волгограда. Милота прилетела к нам из города Челябинск. Сотрудник ДПС остановил поток машин, чтобы хромой пес смог перейти через дорогу. Милота прилетела к нам из города Челябинск. Я вот тут что подумала. Посмотрев эти кадры, знайте, если каждый будет делать хоть какую-то подобную мелочь, мир станет гораздо добрее. Завершить выпуск я хочу потрясающей истории любви. Представьте только, он курьер из Delivery Club, она из доставки Яндекс.Еда. Нет, не так. 19 февраля пользователь Твиттера публиковал фотографии обнимающихся на улице Новосибирска курьеров парней из Delivery Club и девушкой из Яндекс.Еды. Фотография быстро распространилась по соцсетям. Оригинальный пост за два дня набрал более тысячи ретвитов и свыше 8500 лайков. Популярную фотографию прокомментировали и в сервисах доставки. В Delivery Club рассказали, что намерены подарить паре поездку в Париж на выходные, оплатив им и перелеты, и проживание в отеле. Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы, указали в компании. В свою очередь в Яндекс.Еде рассказали, что уже нашли ребят. Влюбленных зовут Юля и Дима. Вместе они с декабря 2018 года в компании отметили, что даже готовы оплатить культурные расходы во время поездки молодых людей в Париж. Наши коллеги оплатят ребятам уикенд в городе влюбленных, а мы решили взять на себя все расходы по культурной части. Посещение Лувра, Эйфелевой башни и поездку в Диснейленд. И, конечно же, романтический ужин в ресторане с гидами Шлен, указали в пресс-службе Яндекс.Еды. Пользователи сети очень порадовали за парочку влюбленных. Я тоже за ребят очень рада. Что-то так в Париж сразу захотелось. На этой влюбленной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на страничку телеканала «Волгоград-1» в социальных сетях и присылайте нам свои новости, которые кажутся вам интересными. А я, Ольга Фосс, с удовольствием расскажу о них в эфире. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!